всех приветствую на своем канале у нас сегодня за моей спиной вот такое вот чудо и это наша тема разовора поговорим почему такое происходит и что нужно делать чтобы такого не произошло правильно утепляйте фасады и не допускайте таких серьезных ошибок как вот за моей спиной 8 этаж и рассмотрим два основных вида утепления два основных материала которым люди утепляют фасады это минеральная вата и пенопласт и есть третий материал который за моей спиной это экструдированный пенополистирол почему так произошло и почему люди допустили такие ошибки многие люди которые делают ремонт своей квартире которые делают утепление которые устанавливают окна двери покупают любую вещь очень часто доверяются тому человеку которым который им будет выполнять либо же либо же эти работы либо же продавать им будет какой-либо материал многие люди не хотят разбираться о преимуществах недостатках и так далее и в первую очередь именно на продавцы либо же на человека который оказывает услуги лежит основная ответственность за качество выполнимых работ или предоставляемых услуг либо же проданный товар в данном случае мастера посоветовали материал неправильно человеку скорее всего и была выполнена работа неправильным материалом и так смотрим в результате что получилось в результате что получилось в данном конкретном случае это один из случаев неправильно выполненных фасадных работ таких случаев грубо говоря по всей стране куча в первую очередь это неправильно подобранный материал от этого зависит уже полностью весь результат работы был выбраны экструдированный пенополистирол который применяется только для утепления фундамента если он применяется для наружного утепления он должен дополнительно прошкуриваться должна делаться шершавая поверхность чтобы не отвалился с 1 слой и внутри слой также экструдированный пенополистирол не пропускает влагу то есть влага начинает собираться между экструдированный полистиролами фасадом здания что ведет к его отторжению то есть собирается вода материал отлипает отпадает далее не применены грибки грибков как мы видим нету ни единого случая не не единого грибка то есть вот начинают уже отпадать листы полистирола видно что полистирол приклеенный на гладкую стену его нужно было клеить на гребенчатый хотя бы шпат или было бы больше сцепляемость материала есть 7 точек то есть каждый лист полистирола был приклеен грубо говоря на 7 точек и в результате скопления влаги под полистиролом когда пар из квартиры выходит останавливаться на границе полистирола и там он скапливается он может там замерзать он может отсыревать раствор и полистирол отпадает то есть нету грибков применен полистирол следующий момент полистирол не зашкуренный и сделано было видно справа в правом углу возле окна была сделана поклеена сетка отшпаклевана покрашена это все благополучно все свалилось скорее всего в прошлую зиму на эту зиму начинает отпадать листы полистирола в третьих листы полистирола уложены без перевязки то есть видно что листы уложены в стык стык рубаря плиточкой это тоже большая ошибка листы если укладывается пенопласт вата все должно укладываться с разбежкой даже если выбран правильно материал появляются трещины так как материал идет без перевязки ну и вот таким результатом приводит что нужно в такой ситуации делать если вы неправильно сделали фасад и вот у вас произошла вот подобная ситуация что можно сделать можно можно как минимум этот полистирол засверлить засверлить грибками можно зашкурить поверхность но тут проблема какая уже пару зим или одна зима я не могу точно сказать полистирол простоял под лучами солнца видно как он выгорел видно как наружный слой полистирола от воздействия солнечных лучей он поменял форму и он начал разлагаться то есть если теоретически на эту поверхность приклеить материал материал полистирола на глубине примерно 5 миллиметров уже практически разрушился его нужно счищать терками и специальные терки для полистирола который можно которым можно поцарапать поверхность сделать ее шершавой пригодной для для нанесения хотя бы так и можно эту поверхность грубо ряда делать в идеальном случае этот весь полистирол отрывается благо он без грибков он отрывается очень легко и вместо него делается утепление либо ватой либо белым пенопластом который пропускает пар на который нормально приклеивается сетка надеюсь видео было полезно не допускайте подобных ошибок а чтобы не допускать подобных ошибок и не не слепо доверяться мастеру который будет выполнять вам либо же ремонтные работы либо продавать вам материал смотрите более больше независимых источников частности ремонт на изнанку можете смотреть очень много полезной информации на всю тему ремонта изучайте вопрос перед тем как сделать какое-либо телодвижение это убережет вас от ошибок и наставит вас на правильный путь всем счастливым а 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